Экологически чистый и натуральный продукт. Уже три года Гульшат Шакирова занимается производством мыла и шампуней. Делает их по рецептам своей бабушки из лекарственных трав и животного жира. Продукция пользуется большим спросом. За ней приезжают даже из столицы. Наша съемочная группа познакомилась с Гульшат и узнала секреты приготовления самого полезного шампуня. Это у нас сосновые иголки. Вот так мы вывариваем живицу, которая содержится в сосне. Делают это на березовом щелоке. Он лучше, чем сосновый, говорит Гульшат. Свой экобизнес женщина начала в 2016 году. К тому моменту она перенесла инсульт и вылечилась от онкологии. Тогда и поняла, что нужно перестать травить свой организм химией. Начала готовить только из натуральных продуктов. Подняла записи своей прабабушки и стала варить мыло и шампуни. К примеру, сегодня он из ромашки и шалфея. В связи с тем, что здесь нет химикатов, только натуральный состав, идет хорошее питание. Живица полностью восстанавливает порезы, экземы, псориазные выделения, сиборея, на лице угри, прыщи. Все это залечивается. Любые ранки, которые есть на голове, на теле, все это затягивается мгновенно. Травы для шампуня и мыла гульшат используют лекарственные и сама их выращивает и сушит. Говорит, ромашка больше подходит для светлых волос. Она придает им блеск и насыщенность. А для темных можно добавить тысячелистник. От него укрепляющий эффект. Вот прошло примерно 40 минут. Наш шампунь готов. И теперь можно его процеживать. Видите, он имеет такой натуральный цвет трав. Он в меру густой. Процеживать нужно для того, чтобы вот эти остатки этих трав, они нам не помешали сохранить шампунь. Его можно использовать уже в день приготовления. А вот с мылом нужно подождать. Оно должно полежать от полугода до полутора лет. В нем тоже экологически чистые натуральные ингредиенты. Кстати, один из главных компонентов – животный жир. Специально для его получения семья выращивает кроликов. У этого зверяка его немного. Зато он очень полезный и ценный. Сейчас гульшат задумывается о создании новых форм для мыла. А еще планируют делать натуральные духи. Алена Хан, Жолдозбек Кирмуканов. Новости МТРК.